Это не часть экзамена по русскому языку, а самостоятельная проверка знаний. Ученики девятых классов впервые сдают устное собеседование. Оценка простая, зачет или не зачет. Из 19 максимальных баллов достаточно набрать всего 10. Они станут допуском к летним выпускным экзаменам. Мы знали, что с начала учебного года мы будем сдавать итоговые собеседования. Кроме учебного дня я также дома брал какие-то пробники и самостоятельно прорешил их. Задача итогового собеседования – проверить, как ученики освоили школьную программу. На ответ дается 15 минут. За это время ученик должен выполнить 4 задания. Первое – выразительно прочитать фрагмент текста. Его объем не превышает 180 слов. Второе – пересказать прочитанный материал с привлечением дополнительной информации. Проще говоря, используя цитаты. Третье – монолог. Форматы разные. Школьник может описать картину, порассуждать на заданную тему или продемонстрировать умение рассказывать историю. Больше всего я делала акцент, наверное, на монолог, потому что для меня это, наверное, самое сложное задание. Ответа тебе никто не дает. Ты просто говоришь сам с собой, и это немного пугает. Как-то, я не знаю, мне страшновато, когда именно на монологе. Последнее задание – это беседа с учителем по теме монолога. Экзаменатор задает уточняющие вопросы. Стоит отметить, что собеседование проходит в родной школе. Это сделано для того, чтобы снять дополнительное напряжение и помочь ребенку раскрыться. У экзаменатора-собеседника все написано, какие вопросы он может задавать. То есть мы действуем строго по контрольно-измерительным материалам. Но, тем не менее, учителя все опытные. Они неоднократно проходили и в режиме апробации вот эту процедуру. То есть они уже знают, где-то, может быть, как-то мимикой, жестами помочь, да, глаза ребенку посмотреть, чтобы так задать вопрос, чтобы он не испугался, а ответил на него в том ключе, чтобы развернулся диалог. Интересно, что если при письменном экзамене ученики сдают бланки с ответами, то на устном ведется аудиозапись. Звуковой файл затем отправляют для подтверждения успешной сдачи. Если дети, кто-то не сможет получить зачет вот сегодня, то им будут установлены дополнительные сроки. Они смогут пройти процедуру итогового собеседования либо 13 марта, либо 6 мая. Результаты экзамена будут известны 19 февраля. Однако стоит отметить, что в школе номер 8 во время пробной сдачи за счет получили абсолютно все ученики. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».